Девушки отдыхают С 2008 года в селе Сараузек, что в Карагандинской области. 13-летний Женя и 11-летняя Тамара поздно ночью пришли к соседке и попросили у нее свечку или фонарь. Сказали, что дома перегорела лампочка. Принесали грудники этого, не стали, что это сейчас делать, что это сможет сделать. Побродив по улице, двоюродный брат с сестрой вернулись домой. Отчим мальчика Иван Ротрмель пьяный спал на диване. На другом лежал местный бомж Станислав Крылобаев. Мама детей Нина Лаана и Вера Борцова окровавленные рыдали на полу. Девушка, давай маму, дядю, поклали сюда. Она еще в сознание пришла, говорит, Женя, дай воды. Воды ей дал. Потом она попросила соли. Я соли дал. Станислав Крылобаев лежала, станислава. Я ее так в шубу надела, когда на полу там лежала, в основе шубы. И вот она, ну, деда, лег на рот, а я сейчас на кресле с сестрой, как и к маме. Ну, поедите, и она не плачет. Все, мы побежали. Ну, сестра побежала, там, начались, мы вызвали они милицию, там, и все. Что случилось накануне, следователи выясняли со слов детей. Женя с Тамарой пережили настоящий кошмар, который переросла в типичная пьянка их родителей с собутыльниками. Сидели здесь на полу, выпивали. Как они? Гистаз, гистаз, буквально дед Денис и дедина, они здесь выпивали. Вместе с мужчинами сестры Нина и Вера пили за 25-летие друга Дениса Мерза. А потом за наступающий Новый год, когда опустошили шесть бутылок водки, все, кроме женщин, пошли в магазин. Там Денис ударил гражданского мужа Нины Лаана, Ивана Ротермеля и потребовал больше не возвращаться, поскольку решил заняться сексом с его любимой. Пьянка продолжилась без Ротермеля и теперь свою силу решил показать Юрий Жаров. Его соперником стал 13-летний Женя. За сына вступилась Нина Лааны. Уже дважды судимого Юрия Жарова сильно оскорбили ее ругательства. Другу решил помочь Денис Мерза. Он набросился на Веру Борцов. Он видит, он видит, но не хватает ее, и тут шипомер с ним. И прямо в шипомер у нас одной вверх, и там этот шипомер. И там ее бьет, бьет, потом берет ее, туда вот так вот, ну, так шипят, и вот туда падает. Это тетя вера, да? Да, тетя вера. Она сюда. Женя и Тамара спрятались в шкаф. Они видели, как жестоко издеваются над их мамами. Ногами, руками, стульями и сковородой пьяные мужчины били уже потерявших сознание женщин. А потом Юрий Жаров изнасиловал Нину, засовывая ей во влагалище кочергу. Юрий Жаров схватил салон и говорит, кого убить еще, кого, вот так, один, здесь, вот кого, Денис Митар, вот здесь, по-моему, сидел. И говорит, вот, свидетель, да, вот так, там, вот, здесь, вот, свидетель. Кто, что, Денис? Денис, вот, вот, свидетель. Юрий Жаров подошел, подняли, а не видишь, поднял, а не видишь, поднял. Паш, хочешь здесь? Проснувшись, пьяный бомж Станислав Карлобаев не понял, что происходит. Он получил шесть ударов совком по лицу и скончался. Юрий Жаров решил убить и двух маленьких свидетелей. Он вытащил их из шкафа и начал бить. На защиту встал Денис Мурза, но не из жалости. Он изнасиловал 11-летнюю Тамару. Я говорю, чаш, чаш, не надо ничего делать, плач. Я говорю, плач, и он, это, если не получится, то я не буду. И потом еще сам сверху там что-то садился, ложился. Ну, вот так, подошел, там что-то делал, а потом, когда одеваешься. В дверь кто-то постучал. Оказалось, что вернулся отчим мальчика Иван Ротормель. Мурза и Жаров решили расправиться и с ним. Они впустили Ивана и начали его избивать, разбив в потасовке единственную лампочку, освещавшую дом. В темноте дети успели выбраться через окно и убежать. Ротормиле тоже удалось вырваться. Позже он вернулся и лег спать. Женя с Тамарой взяли у соседки свечку и пришли домой через несколько часов. Когда утром 31 декабря приехали полицейские, Нина Лааны голая лежала на кровати. Она была мертва. Ее друг Станислав Карлобаев с изуродованным до неузнаваемости от ударов совком лицом тоже не подавал признаков жизни. Сестру Нины Веру Борцову госпитализировали, но позже она скончалась. Когда Иван Ротормилей и Женя с Тамарой рассказали следователям, как все было, Дениса Мурза и Юрия Жарова нашли и задержали. Но ни тот, ни другой свою вину не признавали. Я с вами вопрос. Сколько раз? Куда вы били Ланю и Нину? По лицу я несколько раз его бил. Еще? Я один раз ударил ее ногой. Куда? Ну, вот сюда вот вдыхал что-нибудь. Ну, когда-то вот сюда пытал ее. Я ушел все домой. Обои дети все были здесь еще живы. Меня кто-то кричит, зовет меня. Дядя Денис, дядя Денис. Я захожу, помогите, дядя Юра нас бьет. Он нанес дочке Борцовой Веры. Да, вот, ну, по лицу. Девочке? Девочке. Я его так вот кинул. Ну, чего, зачем детей трогаешь? После этого все. Детям какие-нибудь телесные повреждения наносили? Или же какие-нибудь развадные действия проводились? Нет, такого ничего не было. Так, а... Я уже говорил, я за них заступился, и вот говорили, что мне что-то... А женщинам применялось ли какое-то насилие, там, сексуального характера? Я не видел насчет Борцовой, но что могу одно сказать. Ну, как правильно, вот я вам говорил, что кочергу я вам взял и... Ну, вывлагались, в общем, по тюрьму жару. Эти извращенцы, насильники, педофилы и убийцы пытались переложить вину друг на друга. Постоянно меняли показания, жаловались на следователей. Оба получили пожизненное лишение свободы. Подписывайтесь на канал, мы расскажем еще много реальных историй о преступлениях в Казахстане. Продолжение следует...